Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Начинаю новый влог. У меня получился небольшой влог с поездки в Сочи, и потом по приезду мы с мужем заболели. Вот. Так что вот такая вот у нас история. Мы сейчас все сидим дома, сдали тест, но ответы еще не пришли. Тест бесплатный в поликлинике, на дом к нам не приходят, нужно ехать в поликлинику, если нет сильной температуры, нужно ехать в поликлинику, и там берут тест. Сколько он будет готов, я не знаю, может быть, даже сегодня, может быть, в сегодняшнем влоге, в конце, наверное, я и расскажу результаты теста, не знаю, посмотрим. В общем, ждем результата, одним словом. Муж у меня заболел с температурой 38 у него максимально поднималось, а так обычно 37-31, что-то в этом духе. У меня температуры нет, но у меня, как всегда, горло, голос мой любимый, вот, но сейчас уже мне намного-намного лучше. Ну, слабость, такие, знаете, обычные признаки ОРВИ, самые обычные. Вот. Так что ждем тест. Вот такая вот у нас получилась поездка. На самом деле город Сочи нам понравился, и я думаю, что мы обязательно туда вернемся. Вот. А дети у меня дома, ну, младшего я посадила дома, естественно, потому что непонятно, чем мы заболели, да. Если простой ОРВИ, то ладно. Если подтвердится тест, то, конечно, водить в садик нельзя. Мы должны будем сидеть на карантине 10 дней. Вот. Кстати, во время перелета, по прилету, до отлета никакие тесты сдавать не нужно. То есть, если вы летаете внутри России, то для вылета и всего остального тесты не нужны. Куар-коды в аэропортах тоже не спрашивают, нигде ничего не спрашивают. Вот. В общем, вот так вот. Вот. Ну, в общем, я думаю, что все будет хорошо. А у младшего сына моего в школе карантин. Он сейчас на дистанционном обучении. Карантин в классе по ковиду как раз-таки. У них кто-то из детей заболел, взяли тест, оказались положительными. То есть, там не один ребенок, а несколько человек. И поэтому наш класс перевели на дистанционное обучение. Вот. Кстати, тесты в поликлинике можно сдать только либо с признаками, либо если у вас в окружении есть кто-то, кто заболел. Вот. Тогда можно прийти и сдать тест. Тест бесплатный. Вот. Так что вот так вот. Так что вот такие вот у нас дела. Вот. Ну, я себя чувствую вообще нормально. А хуже всего моему мужу. Он как бы совсем... Ну, с температурой, конечно, тоже не очень приятно. Так не кашляем. Запах, вкус чувствуем. Но говорят, что с новым штампом запах и вкус чувствуют все. Так что... Так что да. Вот. Я даже сегодня бодрюсь. Накрасилась. Привелась в порядок. Потому что я не могу. Для меня вот это, вот знаете, болеть... Я ненавижу болеть. Наверное, как и многие. И вот это лежать. И это вообще не для меня. Вот. У меня только голос. Но, вы знаете, в любом случае плюс загородного дома в том, что ты можешь выйти хотя бы на улицу, на свой участок, немножко походить, подышать свежим воздухом и все остальное. Ну, в общем, ладно. В общем, мы летели на самолете с ручной кладью. Только у нас не было в билетах багажа. То есть багаж можно было взять, но платить отдельно. Как-то так. Вот. Соответственно, я покажу, что я купила в Сочи, но совсем немножко. Потому что у нас была только ручная кладь. И на самом деле я бы, я бы из Сочи привезла вина. Много. Целый чемодан. Потому что у вас очень вкусное вино. Вот на разлив такое. Я еще когда в Анапе была давно. Давно мы были в Анапе. Покупали там все время вино и коньяк. Муж покупала вкусный. Ну, мужу, по крайней мере, нравится. Мне нравится вино. Особенно мне нравится. В особенности мне нравится гранатовое вино. Вот. Но я сегодня покажу то, что купила я. Вино, соответственно, мы не могли взять. Потому что только ручная кладь. Ну, ладно. В следующий раз. В следующий раз я обязательно... Вот это гранатовое вино мне больше всего нравится. Оно очень вкусное. Прям вообще. Я там пробовала, естественно. Я сейчас опухшая. Конечно же. Вот видите, у меня такие прям мешки под глазами. Потому что когда у меня горло мое, когда у меня осипший голос, мне очень сильно помогает это именно чаи. Разные. То есть горячие напитки. Разный-разный абсолютно чай. Вот. И я его очень много пью. Пью в том числе на ночь. И вообще много жидкости надо пить. Да. Если вдруг заболела этим заболеванием. Вот. Поэтому я встаю. И сейчас еще более-менее отошла. Накрасилась. А так я встаю. Видите. У меня там такие припухлости. У меня от чая я очень сильно отекаю. Руки нет. Это вот лицо прям вообще я заметила. Но без чая я не могу. Я плепиховый чай пью. И в общем всякие разные. И с лимоном. И с имбирем. И такое. И сякое. В общем постоянно чай. Иначе у меня очень горло такое. Ну в общем я говорить не могу. Одним словом. Если не пью чай. А разговаривать надо. Тем более сейчас на дистанционке учится сын. Вот. Ну в общем. В общем вот такая вот у нас веселуха. Но. Я нисколько не жалею. Что мы поехали. Я так хотела девочки. Вы в Сочи полететь. Вы себе не представляете. Еще я хочу на Байкал. И на Алтай. Вот. Два места. Ну и в Крым конечно же. Крым тоже хочется посмотреть. Вот. И вот это два места. Еще в Геленджик бы я съездила. Потому что я из нашего российского юга. Была только. Ну вот в Краснодаре мы мимо проезжали. Да. И я была только в Анапе. В Анапе кстати мне очень нравится. Мне кажется Анапа очень хорошо именно для деток. Вообще отличное место для того. Чтобы там провести лето. Отдохнуть и так далее. Вот. Цены на жилье конечно кусаются. На нашем юге. Ну это понятно. Вот. А так на Байкал. Да. Очень хочу там побывать. Вообще. Это прям моя мечта кстати. Больше даже чем где-нибудь за границей. За границей я на Кипр бы с удовольствием бы съездила. Вообще в Европу бы все посмотрела. Всю. Вот. Так что. Так что вот так. Но больше всего хочу на Байкал. Вот. Так что вот такая вот у нас история. Вот такие вот у нас дела девочки по прилету. Но ничего. Все будет хорошо. Да. Я уже все настирала. На самом деле первые несколько дней я себя прям совсем очень плохо чувствовала. Прям вообще хотелось постоянно спать. Так тело немножко ломало. Но температуры не было. Слава Богу. Ну и голоса у меня не было. Как всегда. А сейчас уже ничего бодряком. Вот. Сейчас я покушать приготовлю. Вот как раз заказала. Не поехала в ленту. Заказала еду. Предыдущее видео наверное смотрели уже на канале. Как раз таки потому что подозревала, что у меня что-то не так. Это. Ну вот. Ну тесты. Да. Вот. В принципе на тесты легко записаться. Но очередь у нас огромная. А там я приехала вообще народу было просто кошмар. Все болеют. Все врачи. Все медсестры. Все вот такие знаете. В мыле. Как это называется. В общем кошмар. Вот. Ну давайте покажу что купила в Сочи. Ну что. Ну вот это и все что я привезла в Сочи. Смотрите какого классного. Это вообще бутылка. Здесь пробка. И открывается. То есть ну получается такая бутылка. На которой написано Сочи. В общем вот такой вот дяденька. А вот это выбрал мой младший сынок. Ему очень понравилось. И он сказал что будет стоять на кухне. Ну смотрите какая прикольная фигурка. Действительно я ее так и оставлю на кухне. Вот. И она будет у меня тут стоять. На меня похоже наверное да. Вот. Почему я взяла вот такое. Потому что я как-то давно. Когда лет шесть там. Вот когда мы были в Анапе. Я тогда там купила вот такое. Вообще это пепельница. Но у меня стоит просто так на кухне. Вот такого вот классного дядьку. Вот. Смотрите какой прикольный. Вообще это пепельница. Но это все типа ручная работа. Помню мы в лавочке в какой-то купили. Мне очень понравилось. Вот видите даже как все сделано. Очень аккуратно. Я извиняюсь за свой голос. Да. Я сказала что ты купил лягушку. Младший пришел. Вот. И я ему в пару решила вот такого. Много шапочка. Исочек купить. У него такая шапочка. А там крышка для бутылки. Да. Вот там. В общем. Вот такой вот. Так что у меня один. Но вот этот вообще конечно классный. Он был в одном единственном экземпляре. Это не скол. Это так. Сделан нос у него. В общем. Вот. Ну у меня стоит он не как пепельница. А просто стоит. В общем вот так. И вот. Теперь у него вот такой вот друг есть. Вот. Ну мне он тоже очень понравился как сделан. Это все глина я так понимаю. А вот это это пластик. Ну наверное или такая. Ну он легкий очень. Мне кажется что это пластик. Но прикольная лягушка. Вот у меня тут около моего цветочка как-нибудь вот так вот стоять. Вот этого букетика. Которая это у меня из Карелии. Вот эти вот поставочки. В общем. Всякую ерунду привожу. Со всяких мест. Ну как ни ерунду. Мне очень нравится все это. Вот. А это у меня на полочке будет стоять. С одной стороны. А это с другой стороны. В общем. Вот это прикольно. Это Занапы. А это теперь из Сочи. Еще я тут на днях готовила очень вкусный пирог. Я бы так его назвала. На самом деле это пирог и есть. Он по-моему называется рваный пирог. Я вам все ингредиенты необходимые оставлю внизу в инфобоксе. Яйцо. Масло растительное. Молоко. Стакан. Я немножко все это посолила. Соли нужно добавить на самом деле чуть-чуть побольше. Там по-моему щепотка соли была. Я уже честно говоря не помню. И также натираем сыр. Вот у меня остатки разных кусочков сыра. Такие полузасохшие на самом деле. Но в этот пирог они вообще отлично. В общем весь сыр который есть. Ну остаточки кусочечки маленькие. Да. Все я сюда решила потереть. И также моцарелла вот эту для пиццы. Ну она лично для меня не только для пиццы. А для всего подходит хорошо для запеканий. Ну еще кусочек решила отрезать. Прямо сделать такой сырный-сырный пирог. Я делаю сыра взяла на самом деле на глаз. Вот. Добавляю сюда это у меня замороженный укроп. Но по рецепту там по-моему кинза или какой-то я не помню какая-то другая зелень. В принципе мне кажется можно любую зелень добавить. И вот у меня здесь по рецепту там лаваш. А у меня вот такие роллы. Но они у меня уже, то есть они не сблесневели, но подсохли. Потому что я их покупала давно. Они лежали еще до нашей поездки. И все думала, что же с ними теперь сделать. Потому что они стали такие жестковатые. И вот я решила их как раз таки. Плюс еще вот в другом пакете, который я сейчас открываю. Там вообще у меня такие кусочки, остаточки были. И я все решила сюда покрошить. Если у вас, как и у меня, вот лаваш или вот этот ролл, он достаточно сухой, то нужно все это оставить, то есть хорошенечко перемешать и оставить в мисочке, ну как у меня где-то полчаса постояло, чтобы вот этот лаваш или ролл, как в моем случае, чтобы он пропитался и стал таким мягким. И забегая вперед, скажу, что пирог получился очень вкусным. Мужчинам моим очень он понравился. То есть можно на самом деле и свежего готовить. Там вроде бы армянский лаваш было написано по рецепту или что-то такое. Но мне кажется, на самом деле не принципиально важно, какой именно он у вас будет. В общем, я все хорошенечко перемешала и оставлю на полчаса, а потом уже поставлю в духовку. У меня в духовке простояло примерно минут 30 при температуре 180 градусов. Просто в рецепте не было указано, сколько там просто до румяной корочки было написано. Вот у меня здесь как раз настоялся. Я решила взять вот такую силиконовую форму, чтобы было удобно доставать. И он в процессе выпекания, этот пирог будет немножко поднимется как бы. Вот, поэтому форма должна быть такая, ну с высокими бортиками. В общем, хорошенечко все распределяем и отправляем в духовку. Здорово такой пирог, например, сделать. Во-первых, он делается быстро. Можно сделать, например, на завтрак. Вот, смотрите, видите, я его только-только достала. И он прям так приподнялся хорошо. Но потом он осядет. И осел он у меня еще потому, что я его перекладывала в тарелку. То есть я вначале на доску его перевернула, а потом уже на тарелочку. Поэтому он у меня еще больше так осел. Вот, видите, уже такая шапочка посередине уже нет. Но пирог очень вкусный получился. То есть он такой, знаете, чем-то роллы такие, да, делаются вот из сыра. Что-то напоминает такое. Ну, такой быстрый вариант. Или, как в моем случае, когда остались вот эти роллы или лаваш, и вы не знаете, что с ними сделать. Вот такой вариант я нашла в интернете. Я думаю, что теперь достаточно часто буду готовить подобное блюдо, потому что, ну, очень вкусно. Мои мужчины прямо оценили. Для них прям такой сырный пирог. Вот так он выглядит в разрезе. То есть он полностью пропекся. Где-то минут 30, да, он у меня постоял при температуре 180 градусов. Вот он должен подрумяниться сверху. И как раз его таким теплым кушать. Очень вкусно. Так что советую вам. Ну, а сегодня я буду готовить минтай в томатном пасте, в томатном соусе, можно так сказать. Значит, морковки, на самом деле, нужно раза в три больше, чем у меня. Во-первых, потому что у меня муж не любит морковку. Это я чисто для себя. Вот. Ну, и, во-вторых, у меня ее много и не было. Значит, я минтай полностью, ну, почистила. И теперь будем складывать в кастрюльку. То есть мы вниз наливаем подсолнечное масло. Сверху кладем морковку, чтобы она не подгорела. И потом выкладываем нашу рыбу. Рыба может, на самом деле, быть любая. Ну, такая из недорогого сегмента. И можно выкладывать слоями. То есть слой рыбы, слой морковки. Слой рыбы, слой морковки. Ну, вот у меня сколько есть, столько и сделала. Дальше водичку, томатную пасту. Смотрите, вот какая томатная паста. Бывает она такая жидкая, так ее больше нужно тогда. Любые специи, какие вам нравятся. Соль. Все это хорошенечко перемешиваем. Заливаем рыбу нашу. Вот я тут, видите, еще черный перчик решила добавить. То есть на самом деле специи, вот какие вам нравятся. Да, сюда добавляйте, и будет очень вкусно. Заливаем. Нужно залить так, чтобы она немножко все-таки прикрывала. То есть если мало развели, то добавляем еще просто водички. Я еще варю картошечку. Вот у меня как раз, видите, она кипит. На медленном огне нужно вот до готовности морковки. Потому что рыба сама по себе быстро приготовится. До готовности морковки. Ее можно натереть. Ее можно, не знаю, порезать так, как вам удобно. В общем, и у меня кто-то спрашивал про вот эту кастрюлю. Вот так она называется. Я ее покупала в магазине Фамилия. Можно в интернете тоже заказать. Еще, конечно же, я тут варю компот ягодный. У меня тут брусника, черника и черная смородина, по-моему. Ну, в общем, разные ягоды, которые собирала летом. И буду делать картофельное пюре к этой рыбке. Вот кастрюлька Фиберлик тоже мне очень понравилась. Я хочу еще одну такую. Хотя у меня и так много кастрюль. Но все равно. В общем, готовим во всю ужин. Но рыба вот эта получается. Она прямо такая в томате. Прям очень вкусная. Я не знаю, советую. Видите, она немножко там булькает под крышечкой. И так, ну, тушится сколько? Минут 30, наверное. Все зависит от того, насколько крупно вы порежете морковь. То есть морковка полностью должна быть мягкой. Ну что, вот я тут наготовила. Все у меня готово. Значит, наша рыбка. Вот так вот она выглядит полностью протушилась. Она такая... Ой, вот эта вот рыба в томате с морковкой. Это нечто очень вкусное блюдо лично для меня. У меня так готовила бабушка моя. И от нее у меня этот рецепт остался. Картофельное пюре к нему. Можно рис отварить, кто как что любит. И, конечно же, компотик. Компота мы сейчас пьем в огромных количествах с мужем. Вообще все с семьей. Так что, да, вот такой вот получается ужин у нас. И вот так вот аппетитно все это выглядит. На тарелке вот эта рыбка. На самом деле, любая рыба может быть. Но вот как-то ментай почему-то, не знаю, мне кажется, вкуснее. И компот я налила в бокал. Еще помидорчики, огурчики, конечно же. Но из бокала вкуснее пить компот. Вот, да, девочки? Не знаю почему, но у меня уж точно вкуснее. Так что вот такой вот у меня вкусный ужин. Девочки, обязательно попробуйте приготовить так рыбу. В принципе, любая рыба, она такая. Ну, в общем, очень вкусно. Ну что, девочки, пришли результаты теста. Я прям не сомневалась почему-то. Я не знаю почему. Но я не сомневалась в том, что тест у нас положительный. Соответственно, мы теперь на карантине 10 дней. И потом, после 10 дней, будем сдавать тесты заново. Если они отрицательные, тогда все отлично. Дети вместе со мной дома. Я не знаю, у детей вроде бы тоже должны взять тесты. Да, но не знаю, возьмут или нет. Сейчас выходные. То есть нам в субботу пришел ответ на госуслуги, соответственно, с уведомлением на электронную почту. На этом и все. На самом деле, чувствуем, мы себя с мужем уже намного лучше. Я так вообще нормально. Вот. Единственное, что у меня голос и немножко такая заложенность. Ну, немного слабость есть. То есть, знаете, так как бы не такая я активная, как обычно. Потому что что-то поделаешь, поделаешь. И чувствуешь, как вот это вагон разгрузил. Уже идешь, ложишься. Вот. Так что будем лечиться. Но лечение-то какое? Я даже не знаю. Не знаю, будут ли звонить понедельник из поликлиники, по идее. И должны позвонить, в общем, как что оно будет, непонятно. Вот. Но пьем много жидкости с мужем. Вот. И мужу температуры нет. Но муж все равно себя похуже, чем я себя чувствую. Дети вообще нормально. Вот. Так что младше только у меня подкашливает. Ну, не знаю. В общем, будем ждать теперь понедельника. Как, что нам скажут и так далее. Но состояние у нас уже лучше. Уже лучше. Так что, как бы, пока ждали результатов теста, вы знаете, уже и выздоровели. Вот. Но на самом деле, знаете, я так скажу, что в любом случае, когда-нибудь-то мы и заболели бы. Потому что, ну, все, мне кажется, уже переболели. А мы все вот последнюю волну, видать, дождались. Я надеюсь, что это последняя волна. Потому что все тоже, на самом деле, надоело. Вот. Так что вот так вот. Ну, я думаю, что это у нас вот этот последний штамп. Потому что он у нас очень сильно гуляет в Питере. Ну, хотя, наверное, если уж мы заразились, так, наверное, в аэропорту, наверное, там, скорее всего. Ну, вот. Так что вот так вот. Вот такая вот у нас история. Ну, ничего страшного. Я так вообще уже, как вы видите, бодряком со всем. Вот. Ну, будем теперь на самоизоляции. Сейчас старший сын пока на дистанционном обучении. Как будет дальше, не знаю. Но будет, наверное, учительница присылать. Я уже писала, что мы ждем результатов теста. Вот. Будет, наверное, присылать нам задания. Будем делать. Вот. Как-то так. Ну, младший ему-то что. Садик и садик. Вот. Так что вот так вот. В общем, на сегодня, девочки, буду с вами прощаться. Будут у меня, так что, в ближайшее время домашние влоги. Вот. Я надеюсь, что вам понравилось такое видео. Он был для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Всех люблю. Целую. До новых встреч. До новых встреч.